Урегулирование в Донбассе, которое сильно затормозилось в последние недели, сегодня обсудили в Берлине главы МИД Нормандской четверки России, Германии, Франции и Украины. Ситуацию с выполнением минских договоренностей открыто назвали плачевной, с перечислением конкретных причин. Репортаж Ивана Благова. Ни общего заявления, ни оптимизма в голосах. Переговоры продолжались более трех часов, но прорыва так и не произошло. Пока, к сожалению, мой вывод такой, что с украинской стороны периодически выдвигаются какие-то новые предлоги для того, чтобы откладывать реализацию самых главных договоренностей о согласовании всего пакета политических аспектов урегулирования. Киев теперь хочет полицейскую, то есть, по сути, военизированную миссию ОБСЕ для обеспечения безопасности местных выборов на востоке Украины. Москва в этом необходимости не видит, а тем временем даже законодательной базы для проведения выборов Киев до сих пор так и не подготовил. Должен быть закон о выборах, который согласован с Донецком и Луганском. В этом же пакете должно быть решение об особом статусе Донбасса, как в форме отдельного закона, так и в форме поправки Конституции. И, конечно, никакие выборы невозможны, пока не будет амнистии. Ничего из этого Киев пока не сделал. Еще в марте Франк Вальтерштайнмайер говорил о возможности провести выборы в Донбассе в первом полугодии этого года. Теперь почти очевидно, это нереально. Прямого диалога между Киевом с одной стороны и Донецком с Луганском, с другой фактически как не было, так и нет. Перемирие крайне хрупкое. Впрочем, как раз в вопросах безопасности, по словам Штайнмайера, сегодня все же удалось хоть немного, но продвинуться вперед. Есть целый ряд конкретных договоренностей, которые мы сегодня смогли согласовать. В частности, это касается разъединения воинских контингентов, создания демилитаризованных зон. Есть договоренность о расширении обмена информацией вдоль линии соприкосновения и об отказе от военных учений вдоль этой линии. Но тем временем в Берлине растет недовольство ходом выполнения пунктов минских соглашений. В интервью газете Weltamzontek Франк Вальтерштайнмайер, например, недавно сокрушался о потерянном времени. Накануне он заявил, что соглашения реализуются со скоростью улитки. А сегодня говорил уже об угрозе самой легитимности договоренности и о том, что долго так продолжаться не может. Впрочем, все признают, альтернативы Минску нет. Но здесь возникает вопрос, а что же делать с антироссийскими санкциями, отмену которых европейцы все время связывали с выполнением пунктов минских договоренностей. В ближайшие недели Евросоюз должен будет определиться насчет продления или не продления санкций в отношении России. И так уже очевидно, что решение будет приниматься сложно. Среди многих стран ЕС существует брожение. И по всей видимости, дискуссия будет проходить на фоне фактического срыва политической части минских соглашений непосредственно Киевом. И вам благой Дмитрий Волков, Павел Матвеев, Первый канал, Берлин.